В Душанбе у посольства Ирана прошла акция протеста. США. Россия продолжает разжигать глобальные опасения по поводу ИГИЛ в Афганистане. Совет Улемов Таджикистана освободил от урозы строителей Рагунской ГЭС. 21 мая у здания посольства Ирана в Душанбе прошел митинг, на котором собрались десятки людей с плакатами «Не хотим повторения 1992-2000 годов», «Что вы хотите от народа Таджикистана? Верните наших детей» и тому подобное. Большую часть участников митинга составляли молодые люди. Лозунги несли патриотический характер в пользу нынешнего режима, а также против Пифт и его лидера Мухиддина Кабири. Лозунги несли патриотический характер в пользу нынешнего режима, а также против Пифт и его лидера Мухиддина Кабири. «Не хотим повторения! Не хотим повторения! Не хотим повторения!» Видео с места проведения митинга были широко освещены многими информационными агентствами, в том числе и подконтрольными режиму. Акция протеста длилась не более получаса, затем все собравшиеся разошлись, никто из митингующих не был задержан. Наблюдатели отмечают, что за последние 20 лет в стране не проводилось ни одного митинга или протеста, не считая нескольких проправительственных митингов, целью которых было донесение официальной позиции властей по отношению к определенным событиям. Это были протесты в 2013 году у здания представительства ООН и посольства США в Таджикистане с требованиями экстрадиции бывшего премьер-министра Абдула Джанова из Украины, и в 2016 году у здания посольства ЕС и Турции, а также у здания представительства ОБСЕ, где группа молодых людей, представившаяся инициативной группой «Авангард», выступила с требованиями к правительствам вышеупомянутых стран прекратить предоставлять убежище и защиту таджийским активистам, членам группы 24, а также членам ПИФТ. Здесь будет уместно вспомнить реакцию властей на призыв оппозиции к протестным акциям 10 октября 2014 года. И хотя сама акция протеста так и не состоялась, в тот день столица буквально опустела, жители боялись выходить на улицу. У каждой мечети дежурили десятки сотрудников силовых структур в гражданской одежде, были подогнаны автобусы с затемненными стеклами, в которых находились отряды ОМОНа и СОБРа в полной боевой готовности. Все площади столицы и других больших городов были оцеплены силами специальных отрядов МВД и ГКНБ РТ. В Министерстве обороны США опровергли факт существования угрозы распространения ИГИЛ в странах Центральной Азии, назвав это российской пропагандой. Об этом сообщает Ирия новости со ссылкой на представителя пресс-службы Пентагона полковника Кона Фолкнера. Россия продолжает разжигать глобальные опасения по поводу ИГИЛ в Афганистане в попытке подорвать усилия США в Афганистане, заявил Фолкнер. По его словам, с заявлениями о попытках ИГИЛ захватить территорию в Центральной Азии, Москва стремится вбить клин между США и их региональными партнерами. Напомним, ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов во время выступления в Душанбе заявил, что Афганистан становится опорной базой боевиков. По его словам, численность членов ИГИЛ в Афганистане может достигать 10 тысяч, и почти половина из них сосредоточена в северном приграничье. Сыромолотов отметил, что боевики стремятся свергнуть законные правительства, захватить территории государств Центральной Азии и России и построить Северный Харасан. Критики отмечают, что так называемая угроза ИГИЛ на самом деле используется России для прикрытия своих колониальных действий в странах Центральной Азии. Однако, сами США одновременно с этим используют ровно эту же схему обоснования своих действий в Сирии. Совет Улемов Таджикистана порекомендовал рабочим Рагунской ГЭС не соблюдать пост в месяц Рамазан. Эта фетва была озвучена Советом Улемов Таджикистана после визита сотрудников Совета Улемов на стройплощадку Рагунской ГЭС. Усман Али Нуров, заместитель председателя Совета Улемов Исламского Центра Таджикистана, сообщил Радио Азади 21 мая, что фетва выпущена муфтием Саид Мукаррамом Абдул-Хадирзада на основе законов шариата. При этом не уточняется, какие доказательства, а именно хадисы или аяты, легли в основу данной фетвы. Когда мы посетили стройплощадку и тоннели, то убедились, что сильная жара, задымленность, а также работа в очень трудных условиях на глубине более 300 метров, делают невозможным соблюдение поста. Муфтий выпустил фетву и ознакомил рабочих с ней. Строители могут соблюдать пост в более подходящее время, сказал Усман Али Нуров. Напомним, что ранее президент Таджикистана на встрече по поводу наступления священного месяца Рамазан с представителями общественности, которая состоялась 12 мая, заявил, что строители Рагунской ГЭС могут не держать пост Рузу. Продолжение следует... Следует заметить, что согласно исламу, пост во время месяца Рамазан является обязательным для всех мусульман, достигнувших половой зрелости. За исключением путников, женщин, кормящих грудью, беременных, физически больных, немощных стариков, а также женщин в дни менструальных или послеродовых кровотечений. И в этом нет разногласия среди исламских масхабов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова